Ну всё, Моли, готовь свой хвост, сейчас его не будет. Верка, нет, 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 я денизовала, а ты чё, молодой, выйдь, как-то надо. Ну чё, Моли, отрезаем, зато раз и навсегда избавимся от твоей ветёлки. Нет, нет, не надо, Вера, пожалуйста. Ребята, скажите честно, неужели я похожа на какую-то швабру? А хвост у меня что, как метёлка, у меня целая проблема. Все девчонки раньше мне завидовали, моей внешности, а соседние пацаны с соседних домов за мной бегали, ухлёстывали, аж слюни роняли. А теперь меня шваброй обозвали, теперь у меня новая кличка, теперь я никакая не Моли, а швабра. А хвост мой метёлка, ну куда это годится, как мне теперь жить с этим? Моли, а вот ты где-то пропастилась, я тебя по всему дому ищу, чего ты здесь спряталась одна, неужели тебе тут не скучно, а? Лена, а ты тоже считаешь, что я страшненькая? Мне новую погоняла, придумали швабра. У тебя кличка есть Моли, а никакая не швабра, кто бы такую дурость придумал? Девчонки с соседних дворов, они меня шваброй называют, а хвост вам метёлкой. Моли, успокойся, они тебе реально просто завидуют, посмотри какая ты красотка, у тебя такие красивенные волосы, что тебе хвостик можно завязать, а у них что? Они же лысые все. Не лысые, а гладкошерстные, а я уродливая собачка. Моли, глупости ты всё говоришь, иди сюда, посмотри какая ты красотка, вон и хвостик твой красивый. Леночка, не позорь меня, я этого хвоста стесняюсь, поэтому я постоянно поджимаю его, ты меня держишь, а он висит точно метёлка. Моли, это всё глупости, твои девчонки реально тебе просто завидуют, я вообще тебе предлагаю у Лерки спросить, Лерка у нас модерновая девчонка, она тебе 100% скажет правду, а между прочим, ты у нас очень породистая собачка, и между прочим, ты не просто йорк, а ты мини-йорк, а таких очень мало, и такие очень ценятся, так что я тебе предлагаю спросить у Лерки, иди, спрашивай. Лерка, Лерка, ты где? У меня там к тебе дело есть, один срочный, очень срочный вопрос. Тыц, 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 музыка вообще классная. Лерка, Лерк, у меня к тебе тут вопрос есть один. Вау! Лерка, а вот скажи мне, пожалуйста, как истинная модница, я похожа на швабру. Что ты, Молю, хочешь? Так похожа или не похожа? Да, да, похожа, всё, отстань от меня. Правду Лена говорила у Лерки спросить, а Лерка правду мне сказала, так что, я действительно на швабру похожа, а хвост мой как метёлка, как мне дальше жить? Не поняла, а куда эта Молля такая расстроенная побежала? Ребята, что она хотела от меня узнать, напишите в комментариях. Блин, что же делать, куда теперь обратиться, на улицу теперь не выйти, все девчонки и пацаны с меня ржут, а дома сидеть тоже невыносимо до конца жизни. Может попросить Лерку меня в ветеринарную клинику завести, пускай меня немножко подкорректируют, хвост там чуть-чуть обрежут, ушки, может подстригут чуть-чуть и вообще покрасят в другой цвет. А то он какая-то седая уже совсем и вообще серовура малиновая стала. О, Молля, а что ты здесь такая грустная? Я тебя по всему дому ищу, пора на улицу. Лерка, тебе не стыдно со мной на улицу идти с такой внешностью? А что стыдного? Ты у меня самая лучшая породистая собака. У нормальных породистых собак хвост не метелка и волосы нормально уложены, а у меня, посмотри, и уши торчком торчат, я вообще уродина какая-то. Чего ты вообще это взяла? Да и кто тебе это сказал? Вначале мне это сказала Мурка на улице, а Тедди из соседнего двора, который ухрёстывал за мной, он тоже теперь надо мной смеётся. А вообще, это ты подтвердила. Что я подтвердила? Что ты у меня уродина? Да, я из-за этого и обиделась. Пару минут назад я подходила к тебе и спрашивала, а ты сказала, что у меня хвост как метёлка. Да, Молли, я тебе никак не могла такое сказать. Да и вообще, твоя Мурка похожа на какую-то дворовую собаку, а не на какую-то породистую. Да, Молли, твой хвостик самый-самый красивый. А твоя шерсть, это же не шерсть, это же настоящие человеческие волосы. Да, между прочим, ты вообще такой породой собака. Лерка, слышишь, а если мы сейчас с тобой в ветеринарную клинику сходим и мне хвост чуть-чуть чиканём? Молли, ты что, с ума сошла? Вообще-то мини-йорку хвосты вообще не обрезают. Но я не могу смириться, что у меня на метёлку похож. Молли, меня же твоя ночьё бесит. Давай я тебе возьму и обрежу хвост. Не, Лерка, ты это сделаешь непрофессионально. Его же надо аккуратненько, красивенько чипировать, или как там правильно это слово называется, так чтобы не больно было. Вообще, любое врезание хвоста без наркоза, а тем более без крови и без болезней, никак не проходит. Так что, Лерка, ты согласна меня в клинику завести? Ну хотя бы для начала на консультацию. Вообще-то я хочу тебя вывести на улицу, чтобы ты сделала все свои собачьи дела. Лерка, а чё это ты от меня так далеко уходишь? Даже тебе во дворе со мной стыдно идти рядышком. Да, я всё поняла. Вообще-то, Молли, я с тобой гуляю и жду, пока ты сделаешь все свои дела. Пописаешь и покакаешь. Лерка, вот скажи, ты хоть на чуть-чуть правду говоришь или просто меня утешаешь? А на самом деле, при первой же возможности, сама от меня избавишься. Сдашь какой-нибудь приют для уродливых собачек. Между прочим, Молли, когда я тебя покупала, я знала, какой будешь ты внешностью. Ты у меня самая-самая красивая. Смотри, вот я писаю, а у меня хвост влазит. Вот в это вот всё, он мне реально мешает. И вот, возможно, он в мои стыкуны намочился. Молли, ты что, вообще? Ты когда писаешь, ты хвост хотя бы вверх поднимай, а не прижимай. Конечно, он у тебя будет грязным. А если я хвост вверх подниму, тогда соседние собаки увидят его и снова ржать будут и говорят, что это метёлка, а меня очередной раз шваброй назовут. Всё, Молли, ты меня окончательно достала. Пойдём и обрежем твой хвост, если он тебе не нравится. Эй, Лерка, Лерка, подожди, мы с тобой ещё не обсудили нюансы. Куда ты меня несёшь обрезать хвост? Подожди, я же ещё не знаю. Я ещё не на всё согласна. Мы не определились, какой длины его сделать. Так, ну всё, Молли, какой длины ты хочешь свой хвост? Ай-яй-яй-яй-яй, Лерка, Лерка, подожди, чего ты там делаешь? Не надо мне хвост отрывать, а его обрезать, учитировать надо. Его медицинсам, здравоохранения, учреждения чипировать надо. Да, Молли, ты ссыкуха. Я просто у тебя хотела спросить, какой длины ты хочешь? Вот такой или вот такой? А какой не сильно больно будет. Ну вообще, Молли, это чипирование, а чипирование хвоста, это как операция. Это 100% будет больно. Я тебе уже дома об этом говорила. Лерка, ну пожалуйста, скажи мне правду. Я с этим жить не знаю как. Нормально мне с этим хвостом или не очень? Молли, ты лучше подумай. Я сделаю всё, что ты хочешь. Даю тебе минуту на размышления. Да и вообще, лучше иди побегай, посмотри, хорошо тебе живётся с твоей внешностью или нет. Беги. Блин, что же делать? Как же определиться? Нужен мне этот хвост или не нужен? Но вообще-то я могу его и поднять, и повилять им. О, вот так вот. А может мне действительно девчонки с соседних дворов завидуют? Вон он какой красивый. И вверх торчком может быть, и вниз. И вообще, он у меня может быть действительно самый-самый. И чубчик мой красивый. Ребята, может мне действительно эти шавки с соседних огородов завидуют? Напишите в комментариях, как вам вообще моя внешность? Нормально я девчуля или нет? Походу Молли уже принимает свою внешность такая, какая она есть. Да и хвостиком беляет. Всё-таки я поняла, что это была, наверное, глупая идея менять внешность. Лерка, Лерка, идём быстрее сюда. Я поняла, что я красивая. А эти шавки с соседнего двора просто мне завидуют. Даже сейчас на меня смотрят сквозь забор с завистью. Ой, Молли, ну наконец-то ты это поняла. А то целое утро мне мозги выносило. И вообще, я же декоративная собачка. Я же для красоты создана. Я не могу быть некрасивой. Да, Лерка? Да. Ребята, поддержите Молли лайком, чтобы она больше не считала себя некрасивой. Да-да, ребята. И подписочку на канал, чтобы у меня было больше стимула сниматься. Я поняла. Лерка, мы с тобой самые красотки. Всё, ребят, всем пока-пока. Молли лайком.